Эпидемия уже более четверти века является флагманом отечественного мейнстрим-пауэр-метала и замыкает тройку самых популярных в СНГ тяжелых групп. Пальму первенства занимает, естественно, Валерий Кипелов, тыл ему дышит Ария Виталия Дубинина и замыкает тройку лидеров как раз-таки Эпи. Но по справедливости, если рассматривать исключительно творчество ушедшего десятилетия, то все должно быть ровно да наоборот. Эпидемия, обновив состав, отметилась переходными работами в лице сокровищ Эни и сборника перезаписанных баллад «Всадник из льда», а затем выдала мощнейшую легенду Ксентарона, в то время как их коллеги по тройке ни шибко ни валко выпускали достаточно проходные работы, которые в основном держались на имени бренда и былом величии, нежели чем на представленном контенте. И вот в очередной раз из спалины отечественного мейнстрим-метала я специально, друзья, делаю акцент на мейнстриме, чтобы потом какие-нибудь замечательные люди не стали проводить примеры из смежных или экстремальных жанров. В общем, сошлись и спалины, значит, в очередном творческом противостоянии. И если Валерий Кипелов смог за прошедшие четыре года разродиться EP с четырьмя новыми для него композициями, то Ария за три года разродилась перезаписью двух альбомов 17-летней и 14-летней давности, сериалом о том, какие же Виталий Дубинин и Владимир Холстинин молодцы, и празднеством уже второй год 30-летия коллектива. И только «Эпидемия» записала полноценную полноформатную пластинку. Кто-то, конечно, может сказать «Так посмотрите же на возраст музыкантов и количество записанных альбомов». Но разрыв между ними не так уж велик, особенно если учесть, что «Эпидемия» лет так на 10 младше. А знаете, Маргарита Пушкина вообще недавно на вопрос поклонника «Когда, мол, будет новый альбом Арии?» ответила «Что, а зачем? Кому это надо?» Действительно, если человек спрашивает, то как минимум одному это точно надо. Я даже не знаю, задаются ли те же Iron Maiden подобными вопросами. Вероятно, нет, поскольку музыканты уже более 30 лет могут позволить себе ничего не делать и жить исключительно за счет наследия 80-х. Но по какой-то странной причине продолжают творить, даже после реуниона. Когда уж сам бог верял ничего особо не делать, тем не менее, Maiden продолжает экспериментировать, переосмысливать, пробовать что-то новое. Ладно. Хотя мы сегодня собрались здесь, чтобы поговорить о призраках и тенях, друзья. Но давайте все же поговорим непосредственно об альбоме. Поехали! Как и любой другой альбом Эпидемии, первоначально его встречают по обложке. Но в отличие от легенды Ксентарона, в этот раз музыканты не стали заигрывать с филейной частью женского тела, предпочтя сделать общую отсылку к литературе Меча и Магии, что вполне соответствует содержанию пластинки. Призраки и тени стали второй работой Эпидемии в эпоху элифийской рукописи, созданной в отрыве от концепции металлоперы. Первый блин «Дорога домой» вышел настолько комом и иным, что вспоминать о нем любят в основном либо дайхард фанаты, либо деды, у которых сводят олдскулы от того, что раньше было лучше. С первых же нот, открывающие композиции «Возвращение Корвина», становится понятно, что Эпидемия решила вернуться к своим корням, и при дальнейшем прослушивании все больше и больше укрепляешься в этом мнении. «Возвращение Корвина» — это эпическое начало пластинки, настраивающее на определенный лад, и что характерно соответствует концепции самого произведения Роберта Желязной Хроники Амбера. Юрий Мелисов с сотоварищами вслед за принцем Корвином переносит нас по теням в дивные новые миры. Музыкальное полотно размерено в куплете и энергично в припеве, воскрешая былинный дух Эпи. Следующая последняя врата сочетает в себе во вступлении влияние квинн 70-х и кандовый махровый пауэр, характерный для творчества коллектива в 90-е. Забавно, но в припеве Егоров звучит как молодой самосват, только лучше. Дмитрий Процко меж тем оставил пасхалки на свою собственную композицию вне времени, в перезвоне клавиш и одной из соло-партий. «Паладин» — более тревожное произведение, но не менее мелодичное и эмоциональное. Мелисову хорошо удалось передать атмосферу цикла приключений Фесса Ника Перумова. Хрупкий баланс между светом и тьмой. «Темный рыцарь» — отличная композиция, впечатление от которой было несколько смазано снятым на нее клипом. Воодушевляющие, с залипающими астената. Не понимаешь, в какой-то момент в голове намертво застревает, ликуют негодяи, Готэм проклят. Удачным получилось и противопоставление в начале второго куплета. «Под маской нет души, под маской есть душа». Простой прием, но как же добавляет драматизма. Соло Мамонтова получилось буйством патетики и триумфа. «Тор и Рагнарёк» — одна из самых непростых для восприятия вещей на пластинке. Далеко не с первого раза для меня это произведение раскрыло всю свою красоту. Мрачный эпик, основанный на скандинавской мифологии, радует неожиданным оптимистичным припевом. Инструментальная часть получилась подобной снежному бурану, кипящей от буйства стихии, но сдержанной величием языческой мелодики. Письмо ведьмаку. Красивая, пропитанная драматизмом композиция по мотивам приключений Геральта из Ривии и его непростым отношением с Йеннифер и Трис. Конечно, это не Улван Сторм, но тем не менее, хорошее произведение. Корум. «Серебряная рука» встречает нас эрминесценцией к творчеству Металлики. Есть здесь немножко от Harvest of Sorrow и Enter Sadman, но это, пожалуй, ассоциации, нежели чем что-то большее. А вообще, друзья, если вы хотите узнать больше о группе Металлика, и вам интересен любой контент, связанный с тяжелой музыкой, то рекомендую ознакомиться вам с каналом Rockstar, на котором вы сможете найти ролики о биографии различных групп, как легендарных, так и только набирающих популярность, в том числе различные топы песен. Лозунгом канала, по утверждениям авторов, является победа рока или смерть. Из чего можно загрузить, что ребята настроены очень серьезно, как минимум это должно быть забавно. Ссылочка на канал будет в описании. В целом, Тор и Рагнарёк — это крепкое, задиристое, зловещее музыкальное полотно с солидным влиянием олдскульного трэша, новой волны британского хэви-металла, позволяющая Егорову раскрыться с новой стороны для массового слушателя. Евгений демонстрирует суровый тестостероновый вокал и уровень страсти, с которым нужно считаться. Соба партия получилась яркой. Достойно. Пустошь с Мауга. Второе, непростое для восприятия, музыкальное полотно на пластинке. Возможно, дело в том, что, несмотря на свою средневековую величественность, несколько обескураживает проявлением эстетики, близкой к ресторанному шансону в духе коллектива «Белый орел». К счастью, это быстро проходит, и композиция оборачивается величественным, преисполненным, пафоса произведением. С запоминающимся Астената «Сегодня мир увидит огонь». На самом деле, при повторных прослушиваниях никаких ассоциаций с рестораном не возникает, но первое впечатление было именно таким. «Призраки и тени», закрывающая пластинку композиция, подводит черту под всем ранее услышанным. Музыкальное произведение отсылает нас к пластинке «Загадка волшебной страны». Тот же оголтелый, искалящийся оптимизмом павор. Пластинка «Призраки и тени» стала стилистическим возвращением эпидемии до энийской эпохи, сквозь призму прожитых лет. Это вторая загадка волшебной страны от людей, умудренных опытом. Компромисс между лирикой, тяжестью и задором в итоге создает прекрасный и легкий для прослушивания мейнстрим метал. Да, музыка упрощена по сравнению с тем же «Сказанием на все времена» или «Дорогой домой». Но оно и к лучшему. Нет лишней, мешающей для восприятия амбициозной чепухи, которая не делает песни лучше, а только лишь пытается обычно удовлетворить что-то непомерное и болезненное самолюбие. «Призраки и тени» берут из прошлого задор, наивность, мелодику, лирику, основанную на классическом фэнтези, а из настоящего более мрачную, уверенную, серьезную подачу и продуманные аранжировки, которые уравновешивают две эпохи эпидемии. Благодаря последовательности и разнообразию представленного материала, пластинка слушается легко, в каждой композиции есть своя изюминка, свой рефорг, соло и гармония. Настроение задается не только за счет вокальной мелодии и исполнения, но и всей музыкальной политой выразительных средств, имеющихся в распоряжении эпидемии. Небольшие различия в тональностях между композициями создают очень сильное настроение и опять же облегчают восприятие альбома, превращая его в захватывающее приключение в некой эпической истории. Атмосфера получилась действительно сказочной и даже вызывающей легкую ностальгию. Мелодика заразительна, рифы кочевые, проигрыши цепляющие. Мелисов, Праско и Мамонтов имеют природную чуйку на хорошую мелодию, так что их соло-партии сочны, проигрыши таинственны, извилисты и наполнены магией, взлетая высоко, с эпическим размахом, унося музыку туда, где рождаются рассветы. И то, что группа давно работает за рамками кондового пауэра, идет творчеству эпидемии только в плюс. Ритм-секция, не сказать, что особо выдающаяся, но все возложенные на нее творческие задачи выполняет исправно. Все солидно и где нужно подчеркнуто. Иной раз Дмитрий Клинков себя не щадит и дает такого жару, что просто диву даешься. А бас Мамонтова и вообще, частенько, самодовольно урчит себе под нос. Клавишные используются эффектно, поддерживая общий настрой музыкального палатна. Их участие заметно, но при этом они не режут глаз. И способствуют более текстурированному саунду пластинки, придавая всему дополнительное измерение. Вокал Евгения Егорова наконец-то нормально прозвучал на записи. На прошлых работах Эпидемии по какому-то досадному недоразумению, вокалист не мог в полной мере продемонстрировать свое мастерство. Так что теперь впервые можно услышать, что от него можно ожидать во время живых выступлений Эпидемии. Егоров, универсальный вокалист, может петь как жестко и низко, забегая даже в экстрим, так и использовать фальцет и петь где-то посередине. Его богатый опыт живых выступлений проявляется и в том, что он умудряется гармонично сочетать все эти вокальные техники вместе. После этого альбома можно смело сказать, что Егоров давным-давно превзошел героя детских снов олдскулов Самосвата. И если для сравнения прослушать пластинки, записанные Максимом с Эпидемией, то в глаза уже отчетливо бросаются многие огрехи и просчеты исполнителя. И становится понятной критика Алексея Булгакова в нулевые, когда он заявил, что у Самосвата есть потенциал, но ему еще нужно много работать над собой. Что естественно было встречено многими поклонниками в штыки. А сейчас это вполне очевидно. В принципе, Ореол, возникший вокруг второго вокалиста Эпидемии, по большей части был создан, во-первых, неудовлетворительным исполнением своих партий первым вокалистом Эпи Юнным Павлом Окуневым. А во-вторых, общим дефицитом хороших классических мейнстрим-вокалистов. Конечно, мы можем вспомнить работу Максима в рамках проекта Лекса Плодникова «Mechanical poet», но вот в Эпидемии Самосват по какой-то причине не хотел петь на таком же уровне. Но да ладно, оставим прошлое прошлому. Все равно вокалист сегодня уже давно переквалифицировался в звукорежиссеры и одну из нянек, дряхляющей творческие легенды отечественного металла. Лирический альбом «Призраки и тени» – дань уважения Юрия Мелесова фэнтези, мифологии и комиксам, всему тому, что в свое время оказало на него большое влияние. Так что пластинка с эстетической точки зрения вышла все-таки концептуальной. Язык самих текстов простой и доходчивый, по-хорошему детский, такой наивный минимализм. Вишенкой на торте альбома является продакшн, один из лучших в истории эпидемии. В меру тяжелые, чистые гитары, красивый ровный микс, мощный и проникновенный лирический вокал – все на своих местах. Вполне очевидно, что музыканты нацелены на охват более широкой аудитории, чем сугубо металлическая комьюнити. На пластинке «Призраки и тени» эпидемия соединила вайб романтического эпического фэнтези с классическим металлом, обильно сдобрив мелодикой и распевностью. И такая тесная музыкальность коллектива с неподдельным энтузиазмом позволяет музыкантам создавать эпические полотна, обходясь без эпического хронометража. Музыкальный материал вполне соответствует тому, чего ждешь от эпидемии. Планка, установленная с самого начала пластинки, держится до конца. «Призраки и тени» – это работа сплоченного коллектива, находящегося в отличной музыкальной форме. Квинтэссенция всего того, за что любит Эпи, и одна из их лучших работ. Симбиоз опыта и профессионализма с, по-хорошему, наивной романтикой и добродушным эскапизмом. Так что, если вы еще не знакомы с творчеством эпидемии, то «Призраки и тени» настоятельно рекомендуется для первого знакомства. Пластинка имеет низкий порог вхождения и очень дружелюбна к сторонним слушателям, да и в принципе. А если вы любите хороший, качественный, русскоязычный мейнстрим метал, то «Призраки и тени» никак нельзя пропускать. Альбом «Призраки и тени» коллектива «Эпидемия» – это увлекательная, страстная работа, полное разнообразие с отличным продакшеном, умелым исполнением и сильным вокалом. Плодотворная работа и, на удивление, без проходника. Каждая из представленных композиций вполне самодостаточна. Свой плюс сыграло и то, что музыканты предпочли недосказанность, избыточность. Музыка стала более мелодичной и, повторюсь, доступной для многих случайных слушателей, что только на руку музыкантам, поскольку если бы альбом «Призраки и тени» провалился, то они могли бы вернуться к концепции эльфийской рукописи и спокойно продолжать собирать площадки. Но в этот раз они решили рискнуть и явно не прогадали. «Призраки и тени» убедительно демонстрируют, что «Эпидемия» может прекрасно жить и процветать и без концепции метал-оперы и кучей приглашенных вокалистов. Если у «Эпидемии» и был кризис среднего возраста, то он давным-давно миновал. Состав группы с 2011 года доказал, что он самый успешный и плодотворный, так что вместо буквального возвращения к корням произошло их переосмысление. «Эпидемия» не отрицают свою музыкальную эволюцию, но просто хотят пересмотреть некоторые из её этапов на новый лад. И так рождается новая классика, которая превосходит прошлое, не уступает настоящему и делает задел на будущее. «Золотая эра эпидемии» не прошла, а на самом деле только-только наступила. И вполне очевидно, что перед нами главная мейнстрим-метал-группа страны в рамках «Хэви» и «Пауэра». Такие дела. Друзья мои, берегите себя и своих близких. При желании и возможности поддержите контент «Чеканный монет». И обязательно оставляйте своё мнение в комментариях. До новых встреч. Удачи!